Всем привет! С вами канал Maximum Mobile и это обзор смартфона Lenovo A319. Новая бюджетная модель от Lenovo. Такое вот продолжение вот этой линейки A300, 328, 316 и вот теперь вот 319. Есть пару интересных функций, о которых стоит рассказать об этом смартфоне. В основном вот она эта интересная и заключается в вот этой вот надписи Dolby. Это такая компания, которая занимается разработкой всяких музыкальных технологий, там оптимизации звука и так дальше. И вот эта надпись есть вот здесь и на смартфоне. Это такая функция, которая называется Dolby Digital Plus и она делает звук, написано что лучше. Но об этом мы поговорим позже, в самом обзоре я об этом подробно расскажу. А сейчас начнем с внешнего вида смартфона. Внешний вид смартфона конечно же ни о чем. Это бюджетный смартфон, китайский дизайн, вот такой вот пластиковая задняя крышка, экран и собственно ничего интересного. Интересное я могу назвать только то, что это только размещение элементов управления. Вот видите, что кнопка включения и кнопки регулировки громкости находятся на одной грани рядом друг с другом. Что-то подобное делала Nokia в своей серии Lumia. Там у них на одной грани были целые три кнопки, в Lumia 920 по крайней мере так было, еще была кнопка включения камеры. Тут это так рядом, бывает путаешь эти кнопки, нажимаешь не тут, думаешь, да что ж такое, что не включается. Оказывается ты просто жмакал не на ту кнопку. Ну вот так вот. И сверху у нас также разместилось абсолютно все, это этот, как его, micro USB зарядочка и джек для наушников. А снизу и на какой-то грани это у нас правая грань, а и на левой грани у нас нет ничего, снизу и на левой грани. Ну вот так вот, посмотрите на сам смартфон, на его дизайн оцените сами. Ну, но лично мне это не нравится. Бюджетка, бюджетка. Вот здесь у нас снизу еще прорезь для динамика. Так, откроем крышку. Снимается она конечно как-то очень странно, но я вроде приловчился. Нужно жестко, о, вот так вот жестко его дернуть и тогда вроде получается. А так оно как-то только наполовину снимается и проблема, короче, со снятием крышки есть. И тут аккумулятор у нас под крышкой на 1500 мАч. Вот такой вот аккумулятор, там говорят, что его должно хватать там в 10 часов в режиме прослушивания музыки, 4 часа разговора в режиме 2G и 3 часа разговора в режиме 3G. Вот так вот. Или 6 часов, ну, короче, не важно, никто сколько долго разговаривать не будет. Будет аккумулятор средний, как и всех производителей смартфонов, которые делают смартфоны вот такой вот бюджетной ценовой категории. Samsung там у них всех вот такие вот аккумуляторы на 1500 мАч. Ну ладно, продолжим. Двухсимочный смартфон, 2 слота для микросим карточек и слот для микросд карточек до 64 гигабайтов, по-моему, написано. Ну, думаю, можно и 128 совать, кто захочет. Если кому-то нужны такие огромные размеры, то тот засунет. Так, закроем все это дело назад аккумулятором, а аккумулятор уже закроем вот этой бюджетной крышечкой. И захлопнем все это дело, проверим, чтобы оно везде закрылось. Да, вот так вот. Что еще сказать о дизайне? Это то, что сзади у нас находится LED вспышечка и камера расширением 5 мегапикселей. Спереди у нас также есть камера фронтальная 2 мегапикселя. Круто, что она есть обычно. Ну, необычно. Бывает, что не делают камер вообще. Экономят на этом. В частности, вот Samsung Galaxy Trend там, по-моему, нет. Я уже не помню. Была там передняя камера или не было? По-моему, там ее все-таки не было. Вот так вот. А Lenovo делают всегда передняя камера. Вот такой вот плюсик для производителя. Давайте включим смартфон. Так, что-то оно тут немножко лифтит. Не очень качественная сборка. Стоит это отметить. Вот немножко лифтит вот эта вот крышка. Может, я где-то не захлопнул. Ну, вообще-то, конечно, сборка некачественная. 1300 гривен. Бюджетка, бюджетка. И, конечно, будут некие проблемы с сборкой. Стоит это отметить. Так, о его габаритах. Это, вот здесь у меня есть пометки, 63,8 мм в толщину, 123,5 мм в высоту, а толщина его составляет 10,2 мм. Вес 130 граммов. Вот так вот. Теперь о технических характеристиках я его скажу. Это оперативная память 512 мегабайтов, встроенная память 4 гигабайта, плюс возможность расширения SD-карточкой. Процессор MTK6572, работающий на частоте 1,3 ГГц, двухъядерный процессор. Все это работает под управлением системы Android 4.4 KitKat. Аккумулятор 1500 мАч, о чем я только что говорил. Камера 5 мегапикселей и 2 мегапикселей фронтальная камера. Так, что касается работы в меню. Все работает достаточно шустренько. Интересная прошивка, стоит об этом сейчас сказать. Интересность ее заключается в том, что она вот такая вот iOS-тичная, Apple-овская, это iOS. И она очень похожа на нее, потому что нет кнопки выхода в меню. То есть, как делают к Xiaomi, по-моему, у Xiaomi такая прошивка. То есть, у них нет кнопки меню. У них все находится на вот этих рабочих столах. У Lenovo это так же. Они вот это вот так собезьяничали и сделали так же. Ну, в принципе, мне это нравится. Это круто. Нет вот этой заморочки. Не нужно ничего переносить. Все четко и ясно. Все сразу находится на рабочих столах. Мне это нравится. Я считаю это плюсом телефонов. А вы там уже как хотите, можете поставить вообще другие прошивки. Так. Пакет программ. Пакет программ тут все вот так по-богатому. Видим, что есть все программы от Яндекса. Видим, что есть социальные сети. Facebook, Skype, Twitter, ВКонтакте. Сразу предустановлены. Какие-то еще инструменты. А, вот инструменты. Калькулятор, диктофон, часы, фонарик. Все это сразу установлено, чтобы мы это не искали потом по Play Market. Ну, вот так. Для кого-то это будет плюсом, что сразу все есть так. Как в таком вот виде. А для кого-то будет минусом. Вот как, например, для меня. Я считаю, что они засовывают кучу всяких программ сразу на свое рассуждение. Я считаю это минусом. Все-таки мне больше нравится, когда я настраиваю сразу телефон так больше под себя. Скачиваю только то, что мне нужно. Конечно, я могу все это поудалять. Но, ну, все равно как-то, ну, не знаю. Мне это не нравится. Вот. Все. Что еще стоит сказать? Своего браузера у них, кстати, нет. Есть Chrome сразу установленный. Вот так. Real Racing этот устанавливал уже я. И Antutu устанавливал также я для обзора. И все-таки теперь поговорим о этой функции, о которой нам написали на коробке, о которой сразу же написали мне на сайте, когда я смотрел, что они пишут об этом смартфоне. И это также написано вот здесь на корпусе Dolby. Dolby компания, которая занимается оптимизацией звука. Я уже это сказал. Там всякие звуковые штуки. Они программы делают. Сама компания называется Dolby Laboratories. Да. И здесь используется функция Dolby Digital Plus. Вот такое вот странное название. Непонятно вообще, почему оно так называется. Но, ладно. В чем прикол? Прикол в том, что эта программа улучшает звук на смартфоне. То есть, написано на сайте, что музыка становится вообще потрясающе и крутой. Вы такого еще не слышали. А играть в наушниках это одно удовольствие. Музыка насколько сочная и качественная, что просто там вау, вау, вау. Но на самом деле все обстоит не так. Конечно же, как и любой другой пользователь сразу же будет сравнивать звук с другими смартфонами. Вот у меня BlackBerry Z10. Я пользуюсь этим смартфоном всегда и слушаю в нем музыку. Я скачал сюда. Нет, не скачивал. Тут уже был контакт. Зашел и включил один и тот же трек, что тут, что тут. Через один и тот же плеер. И что получилось? Получилось так, что да, он громкий. Я слушал это в тихой комнате. То есть, не в метро, не в маршрутке. Я просто в тихой комнате. Меня тогда дадало по ушам. Я такой думаю, вау, наверное, да, реально громкая музыка. Но потом я включил это на BlackBerry и оказалось, что без никаких Digital Plus BlackBerry работает где-то на 30% громче, чем вот этот вот Lenovo с его суперфункцией Digital Plus, которую они так хвалят. И я понял, что это просто маркетинговый ход такой для того, чтобы обратить на этот бюджетный смартфон хоть какое-то внимание и завоевать вот этим вот обманом покупателя. Но прикол в том, что я еще хотел сравнить с iPhone, но я знаю, что iPhone даже 4S работает в наушниках лучше, чем BlackBerry Z10, и поэтому это просто не смысла. Явно тут iPhone просто разорвет этот Lenovo. Ну, вот так вот. Я не сравнивал с другими бюджетными смартфонами, потому что под рукой их просто не оказалось. Ну, я думаю, в принципе, картина будет та же. С этой функцией нет никакого смысла, и это только такой маркетинговый ход. Это больше похоже просто на эквалайзер. Вот сейчас мы его запустим, и я покажу, как все это выглядит. Вот. Нажимаешь вот музыка. Он уже включенный. Смарт-громкость, коррекция речи. И, впрочем, ничего интересного. Это просто эквалайзер, про который наделили вот такое вот внимание. Ну, давайте потихоньку перейдем к какой-то его показательной производительности и посмотрим, как он работает в интернете. Давайте запустим Chrome. Вот это новая вкладочка. Вот так. Ну, хорошо. Напишем тут Lenovo. Сайт. Перейдем на сайт Lenovo. И посмотрим, как он быстро все это будет прогружать. Так, а где же вот сайт Lenovo, на который я уже заходил. Возможно, это сейчас как-то скажется. Но скорость загрузки, в принципе, Wi-Fi очень хорошая, и поэтому с этим нет проблем. Скроллится все неплохо. Достаточно тяжелый сайт. Тут очень много картинок всяких. И тут жмакаем сюда и смотрим, что происходит. Вот так вот все загружается. И вот такие вот сайты, собственные сайты, он шустренько работает. Все хорошо скроллится. То есть работа в интернете, нет никаких проблем с работой в интернете. Это отлично. Я бы хотел еще перейти на сайт, где можно зумить. Вот, например, на вот этот вот, как это называется, Dolby, Dolby, как в Гарри Поттере, Dolby, на который я уже заходил. И тут можно скроллить. Вот так вот все это происходит. Видим тоже сайты с такими вот картинками всякими. И все происходит достаточно плавно. Зумится отлично. Скроллится так же. То есть с этим проблем нет. Работа в интернете я доволен. Плюс этот смартфон предназначен для работы в интернете, потому что предыдущий смартфон у меня был на обзоре Galaxy Trend. Вот он там так себе что-то непонятное как-то не скроилось, там что-то лагало, не зумилось и так дальше. То есть намного хуже обстояли там дела у Galaxy. У Lenovo это получше примерно. И дело в том, что они одной и той же ценовой категории стоят примерно там одинаково. Там разница 20 или 30 гривен. Цена смартфона 1300 гривен, если я не говорил. Кстати, я говорил об экране. Я скажу еще раз, потому что я забыл, говорил я об экране или нет. Это экран 4 дюйма, разрешение экрана 800 на 480 точек. Стандартный экран, такой же во всех почти смартфонах, которые у меня были на обзоре. У них расширение экрана 4. Это не расширение, это диагональ экрана 4 дюйма. И такое же расширение HD 800 на 480. Сам экран достаточно неплох. Под таким вот очень крутыми углами немножко выцветает и выкрывляет цвета. Но в целом все обстоит неплохо. И такого какого-то негативного, чего там негативного, просто экран хороший, вот все. Перейдем к производительности в этих бенчмарках и посмотрим, сколько он набрал в Antutu. В Antutu он набрал почти 12 тысяч. Antutu написал, что это бюджетка. Ну да, это бюджетка Antutu. Зачем нам об этом лишний раз говорить? Смартфон бюджетный. И набирает вот такой вот результат. По-моему, если набирать больше 12 тысяч, это уже становится, он пишет хорошо. А меньше 12 тысяч пишет бюджетка. Ну что ж, вот такой вот результат неплохо для двухъядерного процессора 1.3 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. Перейдем от Antutu в Real Racing. В принципе, тяжелые игрушки это больше так показатели реальной производительности смартфона и на то, что он может. Чем вот эти все синтетические тесты, которые я там, ну, немножко не знаю. Ну, я им не очень верю. Лучше смотреть по тяжелым играм. И посмотрим, как идет одна из тяжелейших игр на данный момент, Real Racing. Ждем, пока он загрузится. Я напомню о технических характеристиках еще раз. HD расширение. Это 800 на 480 точек. 512 МБ оперативной памяти. Процессор МТК 6572. 1.3 ГГц. Двухъядерный. Вот так вот ждем. Кстати, это русскоязычная версия этого Real Racing. И у нас тут есть вот такая вот интересная надпись. Если вы хотите погонять в реальном мире, попробуйте сделать это на локальной трассе. Обязательно пристегнитесь и оденьте шлем. Вот такое вот предупреждает нас Real Racing. Наверное, это какая-то такая американская защита от дебилов. Мы там знаем, что они постоянно судятся друг с другом. И вот, наверное, от этого так перестраховались от дебилов. Вот так. Так, ждем. Пока все они погоняют. Это пропустить, к сожалению, нельзя. И вот Real Racing почему-то вылетел. Я ничего не нажимал. Он просто взял и вылетел. Поэтому придется его запустить еще раз. Такое у меня уже случается во второй раз. Я записывал перед этим это же видео. И у меня также вылетел этот Real Racing. Я подумал, что это такое. Что за безобразие. А оказалось, просто вылетает первое включение. Почему тут происходит так болезненно? Так. Теперь он вообще что-то потух. Ладно, мы закроем его. И просто... Так как тут... А, вот. Закроем. И включим еще раз. Ждем, пока опять все это загрузится. Там промотаете на видео этот отрезок. Потому что грузится он достаточно долго. Все-таки железо тут не передовое. И вот так вот все это происходит. Но если подбить... Начать подбивать какие-то итоги. То, в принципе, смартфон мне понравился. За эти деньги 1300 гривен, которые я за него отдал. Ну, реально не жалко. Отличный смартфон. Работает в интернете отлично. Хорошая прошивка. Такая минималистичная. Без никаких там прибамбасов с вот этим меню. То есть, такого нет. Ну, это плюс лично для меня. Минусом является то, для меня. Что куча вот этих всяких программ. Меня это не устраивает. Лучше я там сам поскачу, что мне нужно. И не нужно там заваливать сюда всем, чем только можно. Для меня это совсем-совсем не круто. Вот, кстати, можем уже начать оценивать графику по этому мультику. Видим, что все происходит так немножко неплавно. Но это видео. И больше уже будем говорить. Когда будем сами рулить вот этой вот. Вот этим вот Porsche. Так, что мне не нравится в Lenovo, помимо вот этих его плюсов. Это то, что у него ужасный дизайн. Все-таки, видите, такая квадратичная штука. Пластиковая. Да, бюджетный смартфон. Но, например, в Samsung с этим дела обстоят получше. Вот у нас загрузился дизайн. То есть, они делают такие вот какие-никакие обмылки. Но все-таки они хоть выглядят хоть как-то. Потому что этот Lenovo все-таки, ну, вообще-вообще. То есть, закрыть надпись Lenovo. И мы его ничем не отличим от всяких там китайских производителей. Там, не знаю, просто, о которых никто не слышал. Которые скопировали какой-то один смартфон и сделали вот так вот. Во, нате. Просто, что спасает, это надпись Lenovo. А так это китаец, китаец. Такой вот жесткий-жесткий. Понравилось то, что есть. Так, ладно, об этом я расскажу чуть позже. А пока оценим графику. Графика достаточно на неплохом уровне. На среднем. Есть, видим, отображение вот на капоте. Отображение окружающего мира на машине. Это плюс. Все работает достаточно так плавненько. Бывают ложки, проседает FPS, когда много машин. Но это играбельно. То есть, играть можно. И, в принципе, такого негативного какого-то... Не знаю, не знаю, что сказать. Негативного осадка, наверное. Негативного впечатления это не оставляет. То есть, играть достаточно комфортно. И с этим проблем нет. Видим, что есть отображение в зеркалах. Игра хорошо оптимизирована. И... То есть, все идет на таком неплохом достаточно уровне. То есть, там будете ехать в метро и играть на этом смартфоне. Вам не будет стыдно, что все ужасно лагает. Но все происходит достаточно нормально. На таком посреднем уровне. Так. Теперь я закончу эту мысль о дизайне. Самсунги за те же деньги предлагают намного большее в дизайне. Но меньшее в производительности. То есть, Real Racing на Lenovo идет реально на порядок лучше, чем на Samsung. Но Samsung интереснее и в плане дизайна. То есть, они выглядят так презентабельно. А это просто такой китайский смартфон, который хочется спрятать в чехол. И... Там... И все. А... В Samsung, конечно, такого нет. Но в Samsung все, что мы можем найти в коробке, это бумажки и зарядку. Тут мы, конечно, еще можем найти наушнички. Какие-никакие китайские дешевые. Да, они ужасные. Но они, по крайней мере, есть. Это приятно. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Ставьте лайки. Комментируйте эти видео, если вам что-то не понравилось. И... Как-то там... Или что-то понравилось. Там поблагодарите меня. Не знаю. Ну, короче. Пока. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Продолжение следует...